Добрый день, уважаемые докторанты. Сегодня мы рассмотрим тему «Редкометальные месторождения» по дисциплине «Месторождение твердых полезных ископаемых Казахстана» в общеобразовательной программе 8D07201 «Геология и разведка месторождения полезных ископаемых». Автором являются доктор PHD Исатая Пареда Муратовна, Моусумбаева Ады, Мадишева Ирка и Байду Летова Ивова. Сегодня мы с вами рассмотрим значения редкометальных род в мире, виды и характеристика редкометальных род и редкометальные месторождения в Казахстане. Что такое редкометальные роды? Редкометаллические роды – это геологические процессы, имеющие породы, имеющие в своем составе редкие металлы, группах 60 элементов, мало встречающихся в природе, в чистом виде или в качестве примесей других химических элементов. Причем концентрация металла в родах должна быть такой, чтобы разработка месторождения была ориентабрена. Виды и характеристики. Сами редкометаллы разделены на 5 больших групп. Легкие – это бериллин, литий, рубени, стронс и цели. Радиоактивный – актинирадий, ториоран и трансурановый элемент. Рассеянные металлы – галий, гафний, германий, индий, рейни, селен, тарий, телор. Редкоземельные – идрий, лантан, лантаноиды, сканди. Тугоплоткие металлы к ним относятся ванадий, вольфрамадель, неодий, тантал и цирконий. Выявлены крупные и уникальные по запасам месторождения редкометальные роды с содержаниями достигающих целых процентов и десятков процентов. Запасы и содержание редких элементов в таких месторождениях сопоставимы, а иногда превосходят месторождение традиционных полезных ископаемых. Поэтому такие элементы являются редкими не столько по распространенности в земной горе, сколько по уровню их промышленного использования. Обобщающий термин «редкие элементы» может быть отождествлен с промышленно новыми элементами и объединяет группу химических элементов, отличающихся в основном невысокими содержаниями земной кори или используемых промышленностью в ограниченных количествах. Месторождение редкометальных родов и их типы отличаются большим разнообразием, что обусловлено широким спектром редких элементов и тем, что для образования промышленных скоплений необходимо сравнить на невысокие концентрации, а также комплексным характером оруднений, делающим даже невысокими концентрациями редких элементов промышленно значимыми. Исходя из формы нахождения элементов, редкометальные роды могут быть подразделены на роды, в которых редкие элементы присутствуют в виде собственных редкометальных минералов и составляют их основную промышленность, ценность и роды, используемые для получения широко распространенных металлов и неветаллов, в которых редкие элементы присутствуют в виде изоморфных примесей и извлекаются как походные компоненты. Роды собственных редкометальных месторождений образуют комплексные месторождения. Например, редкометальные педмутиты обычно содержатся в своем составе тантал, плитий, берилли, энергоцилли, олова и тантал и по существу являются их месторождением. Ректоземельные металлы к ним относятся в ульправ, молитвы и сканди. Ректоземельные металлы к ним относятся в ульправе. На одних месторожденных редких металлов заключены в собственных минералах. Известно большое число редкометальных минералов, но в промышленном скоплении образуют лишние многие из них. И вторая группа месторождений – это те, где редкие металлы извлекают попутно при переработке других полезных ископаемых. Сырьевыми источниками редких металлов попутной добычей являются роли цветных металлов, меди, молитвы и цинца, цинка, олова и лиминей. Многие месторождения редких металлов образуются в результате глубины магматической деятельности. Их преобразование в верхних частях земной коры под влиянием физического и химического ветря явления. Они редко приводят к концентрированию редкометальных минералов, многие из которых весьма устойчивы. Редкометальный пигматит. Редкометальные пигматиты – крупнокристаллические породы, состоящиеся в основном из кварца и полевого шпата и богатыми минералами, содержащие летучие вещества. Пигматиты залегают в виде примера гнезд, жил и линз, достигающих многих сотен метров, а иногда и нескольких километров в длину перед толщиной до 100 метров. Наиболее крупные пигматитовые месторождения расположены в Канаде, Зимбадгии, Намибии и Китае. Для редкометальных пигматитов характерны зональные строения с обособленными скоплениями полуцикла, липидолитов, скобунина, берегиа. Пигматитовые месторождения обычно имеют небольшие запасы – 1000 тонн фантагола, ниобия, берелия, рубизия, все-таки 1000 тонн цезия, сотни тысяч тонн лития. Редкометальные минералы, устойчивые к химическому и физическому веществу, накапливаются в россыпях. Минералы группы Танталита, Колумбита, концентрируются в россыпях ближнего сноса, коренным источником которых могут быть редкометальные байлиты и пигматиты. Тяжелые минералы, теркония и редкоземельных элементов, концентрируются в крупных платообразных прибрежно-морских россыпях. Главными полезными минералами которых являются эльминит, рутил и служащие сырьем для производства титала. Крупные комплексные редкометальные месторождения в гранитах, обогащенных щелочными металями, были обнаружены в 50-х годах XX века в России. Однако до сих пор в мире обнаружено не более 10 щелочных гранитных месторождений и выводы об их образовании и размещении остаются предварительными. Новые типы редкометальных месторождений и новые объекты открыты сравнительно недавно. И у геологов еще предстоит изучить закону мерности в формировании и размещении всех спрямого щелочных открытия. Поэтому редкометальные месторождения в Казахстане, вот как раз в Центральном Казахстане, выявлены и разведаны крупные и уникальные месторождения Верхнего Каракты, Поктенполь, Акшатау, Батыстау, Карауба и Северный Катар. В Северном Казахстане находятся крупные месторождения Баян. Ребята, спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok